Один из дворов в самом центре города-курорта. Жители дома недовольны размещением мусорных контейнеров, которые, по их словам, принадлежат продуктовому магазину. С той стороны, когда была реконструкция магазина, они установили мусорные контейнеры. Это раз. Во-вторых, там рядом находится детская площадка. Это два. То есть есть у нас ответ, это Бузуновой, что является нарушением САНПИН и так далее. То есть по результатам рассмотрения информируем. Перенести? Их вообще надо оттуда убирать. Житель дома, ветеран войны в Афганистане Сергей Ситало на приеме у главы муниципалитета. Юрий Поляков поручил управлению ЖКХ и управляющей компанией проработать вопрос с магазином. Кроме того, Сергей Ситало обеспокоен перегруженностью Анапских улиц и пригородных трасс. По словам Юрия Полякова, запрещать въезд иногороднему транспорту противозаконно. Тем не менее, действующая власть принимает меры для решения проблемы. Это, к примеру, правило для застройщиков. Одна квартира, одно стояночное место, действующее с 1 февраля текущего года. В администрации и муниципальном совете обсуждают возможность строительства многоярусных парковок. А в правительстве края поддержали строительство круговой развязки в районе санатория «Россиянка», а также обустройство дополнительной полосы на Симферопольском шоссе на выезде из Анапы. Комиссия по ГИБДД Краснодарского края приняла такое решение. Приняла. То есть они обещают к началу 19-го года, это краевая дорога, краевые деньги, построить нам четвертую полосу и сделать круговую развязку. Вот это я могу обещать. Сергей Ситало поблагодарил главу за открытие парка военной техники и пообещал поддержку со стороны ветеранов боевых действий в его пополнении новыми образцами. В ходе приема были и вопросы по состоянию дорог в станице Анапской. Юрий Поляков поручил заказать технические условия для ремонта улиц Ереванской и Приобской. Пока же отсыпать проблемные участки щебня. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.